В своем интервью сегодня я хотел бы вернуться к моменту, когда мы говорили о сливе информации разным участникам проекта «Битвы экстрасенсов», насколько хорошо или плохо они пользовались информацией, которую получали от редакторов. Я сегодня хотел бы вернуться к моменту, когда мы снимали во втором сезоне испытания в багажнике. Но во втором сезоне у нас были не багажники, а чемоданы. В различных видах было много чемоданов, всяческого рода сумок. И в одном из чемоданов прятался артист кино, маленький человек. Экстрасенсы должны были найти этого человека в чемодане. Во втором сезоне участвовала Зулья Раджабова. И я хотел бы сказать, что когда сливают информацию, то это в принципе всегда очень заметно. Видимо, Зулья Раджабовой слили информацию, как выглядит человек, что за человек, во что он одет. Но она, может быть, растерялась, может быть, волновалась. Ну, какие-то факторы сыграли свою роль. И Зулья Раджабова открыла не тот чемодан. То есть, человека она не нашла. Но она до такой степени разнервничалась, что как же так? Она же владела информацией и в итоге не открыла нужный чемодан. Она до такой степени разнервничалась, что стала вливать всю информацию, которую, видимо, слили ей редактора. Она стала рассказывать, во что был этот человек одет, как он выглядел. То есть, вот всю досконально его, чуть ли не всю его историю, во что он одет, какого цвета одежда. То есть, это было очень сильно заметно, что вот Зулья владела информацией, что за человек участвовал в этом испытании. Редактора всегда могли во время, до время съемок или во время съемок, в принципе, всегда можно было контактировать с участниками проекта. Потому что, конечно, у нас были все номера телефонов, мы звонили, приглашали на съемки, обговаривали какие-то детали. Поэтому, к сожалению, контроль абсолютно был невозможен. Кто из редакторов или участников проекта, устроителей проекта, позвонил тому или иному экстрасенсу и сказал или не сказал какую-то информацию. Контролировать здесь было, конечно же, нельзя, потому что доступ к телефону, в принципе, был у всех, у всей редакторской группы. Теперь я хочу проговорить еще один момент. Посмотрел последний выпуск Михаила и почитал комментарии. Там очень много комментариев говорится о том, что вот опять разоблачение, без разоблачения, никаких фактов нет. Вот природа человека такова, что ему дают информацию, в принципе, всю раскрытую. Но люди почему-то все равно хаят Михаила и говорят о том, что это все как бы, все это бездоказательно. И еще я что хотел сейчас сказать. Все, что я говорю, все, что пойдет в эфир, я говорю только то, в чем сам присутствовал. То, что я сам знаю. То есть у меня нет никаких домыслов и сплетен там и все прочее. То есть я говорю только то, в чем сам участвовал. И плюс еще, конечно же, вот сейчас факты. Для того, чтобы как бы наше интервью и наши ролики были не голословные. В первых трех сезонах, я думаю, что участникам очень сильно повезло. В том плане, что никаких ценников за информацию не было. Просто руководители центров, которые хотели, чтобы у них работали экстрасенсы, они благодарили редакторов программы за то, что помогали экстрасенсам. Или же экстрасенсы благодарили редакторов программы. То есть в первых трех сезонах никакого ценника я не слышал о том, чтобы кто-то назначал какие-то ценники. Просто была некая благодарность, некая сумма, которую могли дать в конце. Начиная с четвертого сезона, я уже точно знаю конкретно ценники. Потому что, почему я лично точно знаю? Потому что лично мне один из участников программы четвертой битвы звонил и предложил такую цену. 30 тысяч рублей за каждое хорошо пройденное испытание, то есть за информацию. И 300 тысяч рублей за выход в финал. Я в четвертом сезоне уже не работал на битве экстрасенсов. Иначе, конечно, бы я согласился. И у меня была бы, наверное, неплохая сумма денег. Но в четвертом сезоне я уже не работал. Но я очень точно знаю, что этот экстрасенс, он нашел выход на другого редактора. Там была такая девушка, которая, видимо, стала с ним сотрудничать. И этот экстрасенс очень хорошо проходил испытания. Вот я... Поэтому это факт, это конкретный ценник, который стали назначать с четвертой битвы экстрасенсов. Теперь очень весомый факт, очень сильный факт. Это 2011 год, в 2011 году, был тоже очень четкий ценник. Если помните, там в «Мистер Икс» снималась женщина, которая пародирует Аллу Пугачеву. Вот. И для того, чтобы получить информацию, кто был мистер Икс, ценник был не очень большой. Это было 15 тысяч рублей. Всего лишь за эту информацию нужно было... Только условие было такое, что за эти деньги человек не мог, не должен был говорить о том, что там сидит типа Алла Пугачева. Нужно было очень так расплывчато говорить про песенные какие-то, творчество песенное, про рыжие волосы, про сильного человека. Ну, то есть, понимаете, чтобы правильно пользоваться слитой информацией. Но, на самом деле, испытание получилось не очень корректное. Знаете, почему? Я вам объясню. В кафе, где снимали двойника Аллы Пугачевой, собрали всех экстрасенсов. И вдруг, когда экстрасенсы там пили чай, кофе, один из барменов сказал, о, Пугачева приехала, значит, в это самое, кафе. А все спрашивают, а почему Пугачева приехала? Ну, говорят, лимузин такой только у одной Пугачевой здесь в Москве. То есть, вот такие сливы происходили даже в таких моментах. Вот бармен вот проговорился, как бы, он знал, что, например, таким лимузином пользуется только Алла Пугачева. И он как-то вслух это произнес, а информация разнеслась сразу-сразу. Поэтому, если пересмотреть испытания, где мистер Икс и человек, который пародирует Пугачева, там очень заметно, что люди, в принципе, уже владели информацией. Потом я хотел бы еще что сказать. Испытание, когда за ширмой был снеговик. За ширмой был снеговик, он постепенно таял, капала вода. И экстрасенсы должны были определить, что же там происходит за ширмой. Это испытание стоило тоже 15 тысяч рублей. Но, опять-таки, было условие. Нужно было сказать такую фразу. Это была, как бы, некая ключевая фраза, что за ширмой находится нечто не живое и не мертвое. Тем самым, как бы, устроителям дать простор к выбору людей, которые прошли это испытание. Потому что, если человек говорит, что там за ширмой находится не живое и не мертвое, и вдруг зритель видит, что там находится снеговик, то да, тут сразу все такие, да, действительно, вот как же так. Вроде как не живое, потому что это снеговик не живое. Но и не мертвое, потому что снеговик тает, капает вода, а вода, ну, как бы, она живое, живая субстанция. И поэтому, если бы вот кто говорил о том, что это такое не живое, не мертвое, что-то вот такое около близко, то он уже автоматически попадал в победителя прохождения этого испытания. Так что вот это испытание стоило всего лишь 15 тысяч рублей. Это не так дорого для того, чтобы пройти это испытание. Ответы приходили людям, которые хотели бы получить такие ответы, они приходили по СМС. Хочу сказать дальше. Дальше ценник был достаточно высокий. За каждое хорошо пройденное испытание уже назначали цену в 2000, но не рублей. 2000 долларов за каждое хорошо пройденное испытание. Ну, я точно знаю эту сумму. Ее называл один из участников съемочной площадки. Вот. И такие суммы назначались. То есть в итоге, в принципе, если посчитать, что сколько было белых конвертов, правильных ответов, где-то выходило даже с ценником в 2000 долларов за испытание, вот, в итоге выходило где-то около 600-700 тысяч с выходом в финал. Но согласитесь, что это для человека, который работал в центре, и центр, который платил за этого человека, это была не очень большая сумма, потому что и 700 тысяч, и 800 тысяч за выход в финал, они отбиваются, ну, буквально в первый месяц, потому что мы с вами понимаем, что как только человек побеждает в битве экстрасенсов и начинает работать в центре или на себя где-то, то к нему сразу выстраивается очередь. Это потом бывают спады там, потому что появляются новые экстрасенсы и так далее, и так далее. Но в начале эти 700-800 тысяч, они отобьются буквально в первые там пару недель, потому что экстрасенсы получают достаточно большие суммы, и центры получают достаточно большие суммы. Поэтому, вот, резюмируя, я хотел бы сказать, что сегодня я дал более чем конкретную информацию, и что еще немножко я хотел сказать, что участники битвы экстрасенсов всегда хотят и находят дружбу с любым, кто работает на съемочной площадке. Если экстрасенс задружится с редактором, это вообще супер, потому что редактор тот человек, который знает всю подноготную историю. Если человек задружится со светителем, со звуковиком, с девочкой, которая приносит чай, кофе, салаты, и все такое прочее, обслуживающий персонал на съемочную площадку, они могут не знать всю подноготную историю, но и осветитель, и звуковик, и девочка-обслуживающий персонал, они знают, куда они сегодня едут, в какое место, в какой загород едут, в какую помещичью усадьбу, на какое кладбище, на какую могилу и так далее, и так далее, и так далее. То есть, даже владея чуть-чуть информацией от девочки, обслуживающего персонала, можно всегда выйти на некую историю, которая будет близка к правде, к той задаче, которую ставят продюсеры. Потому что, если мы приезжаем на кладбище, то, понятное дело, что ничего хорошего здесь не случилось. Человек 24 года просто так не умирает. Он или разбился, или еще что-нибудь, или еще что-нибудь. Если приезжаем на сгоревший дом, на пепелище, ясное дело, что здесь тоже ничего веселого не произошло. Поэтому экстрасенсы всегда старались задружиться поддержкой, задружиться с кем-то из работников битвы экстрасенсов. Вот такая вот история.